Как за 5 минут устранить спазм и боль с шейного отдела позвоночника? Почему может возникать боль в шейном отделе? Это изменение осанки непосредственно шейного отдела. Мы увидим вот такие вот плечики и голова, которая смотрит вниз. Какие мышцы нам необходимо задействовать, растянуть, какие наоборот нам необходимо укрепить, для того, чтобы максимально быстро выровнять осанку нашего шейного отдела. Друзья, всем привет! Кто у нас впервые сегодня на канале, меня зовут Максим Мамчур, я специалист по физической реабилитации и сооснователь сети центров кинезиотерапии здоровых рук. Мы уже более 7 лет занимаемся восстановлением при заболеваниях опорно-ответственного аппарата позвоночника и суставов. И темой сегодняшнего нашего разговора будет как за 5 минут устранить спазм и боль с шейного отдела позвоночника. Ну, прежде чем мы, конечно же, с вами начнем, я по привычке вас попрошу подписаться на наш канал. В течение видео, если возникают какие-то вопросы, обязательно прокомментировать, задать свой вопрос, поставить колокольчик под этим видео, для того, чтобы вам первым приходило уведомление о том, что вышло новое видео у нас на канале. А я напоминаю, оно выходит каждый четверг в вечернее время. И, конечно же, поехали! Друзья, давайте немножко разберем теории, почему может возникать боль в шейном отделе. Первое. Это обычный классический остеохондроз. Остеохондроз – это ухудшение питания непосредственно позвоночника. Кстати, про остеохондроз шейного отдела я рассказывал в одном из наших видео. Ссылочку вам оставлю вот здесь, вот так что можете перейти, посмотреть. Второе. Остеохондроз может быть усложнен протрузиями, либо грыжами. Это более серьезное уже развитие этого заболевания под названием остеохондроз. И третье. Может происходить самое глобальное, самое сложное, то, что я считаю, это изменение осанки непосредственно шейного отдела, то есть ухудшение лордоза шейного отдела. Что такое лордоз? Лордоз и тифоз – это прогибы в позвоночнике. То есть наш позвоночник не является ровной палкой. Наш позвоночник имеет свои физиологически правильные изгибы. Каждый из этих изгибов является амортизатором для нашего позвоночника. Каждый межпозвонковый диск плюс изгибы позвоночника – это все амортизирующая функция нашего позвоночника. И очень часто, когда к нам приходит пациент на консультацию, я смотрю, он, пациент мне рассказывает, у меня, вы знаете, нет ни протрузии пока что, ни грыж, есть там небольшой стеохондроз, но шея болит так, головные боли постоянно мучают, просто вот не зная, что делать. И смотришь МРТ человека, а на МРТ есть выравнивание шейного лордоза, то есть отсутствие физиологического лордоза, который должен быть, прогиб в шейном отделе. О чем это говорит? Это говорит о том, что амортизационная функция шейного отдела утеряна. То есть, скорее всего, когда я посмотрю непосредственно осанку шейного отдела человека, мы увидим вот такие вот плечики и голова, которая смотрит вниз. Сейчас я постараюсь физиологически объяснить, почему происходит так, и почему в этот момент выравнивается шейный лордоз. Чаще всего, когда у человека укорочена грудная мышца, очень слабые мышцы спины, которые должны раскрывать наши плечи, ослабли мышцы разгибателей шеи, которые должны выводить шею назад, и при этом укоротились мышцы сгибателей, человек приобретает вот такую вот осанку. И, соответственно, лордоз шеи просто выравнивается и исчезает. Таким образом, перенапряжение удерживается, с каждым днем оно усугубляется, становится еще сильнее, сильнее, сильнее. И ты смотришь на МРТ, явных симптомов каким-то серьезным медикаментозным лечением нету, но человек говорит, болит очень сильно. А болит, потому что у нас мышцы перенапряжены, потому что в них есть спазм, потому что они сдавливают все возможные сосуды, все возможные болевые рецепторы, которые есть в шейном отделе. Начинаются головные боли, начинают неметь руки и так далее. Сейчас, друзья, я с вами постараюсь разобрать, какие мышцы нам необходимо задействовать, растянуть, какие, наоборот, нам необходимо укрепить, для того, чтобы максимально быстро выровнять осанку нашего шейного отдела. Поехали! Давайте разберем, какие мышцы отвечают за осанку нашей шеи. Опять же, хочу обратить внимание, что шея сама по себе не висит где-то в пространстве, у нее есть взаимосвязь с определенными группами мышц, поэтому начнем с дистальных концов. Дистальных – это отдаленных от нее. Прежде всего, я бы обратил бы внимание на грудные мышцы. Помимо грудных мышц, я бы обратил внимание на межлопаточную зону. То есть, возможно, есть у вас вот такая вот сутулость. В свою очередь, эта сутулость вызывает перенапряжение верхней трапециевидной мышцы. И пласт перенапряженной верхней трапециевидной мышцы имеет свойство нажимать на мышцы шеи. И таким образом голова падает. То есть, как бы шея ни в чем не виновата, но плечевой пояс надавливает на шею в такое положение, в котором ей максимально неудобно, и она начинает от этого страдать. То есть, поэтому, прежде всего, обращаю внимание, грудные мышцы, межлопаточная зона – это средняя трапециевидная порция, это ромбовидная мышца. Переходим выше. Дальше это так называемые мышцы-разгибатели шейного отдела, ременная мышца. Это длинная мышца шеи, которая находится внутри максимально и имеет свойство сгибать нашу шею. Это грудинно-ключично-сосцевидные мышцы, которые мы можем вот взять, прощупать. Они поверхностные, они точно так же при двойном сгибании наклоняют голову вперед. Это лестничные мышцы, которые у нас находятся с одной стороны и с другой. У них есть свойство наклонять голову влево, наклонять голову вправо. То есть, перечислим еще раз. Грудная, межлопаточная зона, разгибатели шеи, сгибатели шеи и лестничные, которые делают наклон. Но здесь я задаюсь сразу вопросом, почему у нас постоянно перенапряжение верхней трапециевидной мышцы. Все просто, потому что трапециевидная, поднимая плечи, постоянно держится в напряжении. Это гласит о том, что мышцы, которые должны опускать плечи, у нас очень слабы. И мы их точно так же должны задействовать для того, чтобы расслабить верхнюю трапециевидную и опустить наши плечи вниз и, соответственно, убрать постоянное давление на шейный отдел. Сейчас постараемся несколькими упражнениями, которые вы, конечно же, будете выполнять ежедневно, устранить и вашу боль, и выровнять вашу осанку. Поэтому упражнение номер один. Я бы начал с простого упражнения. Подходим к дверному косяку. Показывал я это упражнение неоднократно. Рукой упираюсь, ребром руки упираюсь в косяк и простым движением просто разворачиваю свое тело. Раз, растянул грудную мышцу, почувствовал, что она растянулась, в исходное вернулся. Снова растянул, вернулся в исходное. Таких 15-20 повторений. Точно так же на вторую руку мы повторяем. 15-20 раз мы растягиваем грудную мышцу. Упражнение номер два. Мы включим и задействуем межлопаточную зону и мышцы выдоха, которые должны опускать наши плечи вниз. Помните, да? Мышцы вдоха, верхняя трапеция перенапряжена. Она всегда находится вверху. Нам надо ее опустить вниз. Включить мышцы антагониста. Это нижняя трапеция, нижняя часть трапеции, межлопаточная зона для того, чтобы раскрыть. И это же сразу же широчайшее. Поэтому мы в одном упражнении постараемся включить и задействовать все эти группы. Становлюсь к вам боком для того, чтобы было бы вам видно. Ставлю ручки впереди перед собой, свожу две лопатки и двумя руками вниз опускаю и расслабляюсь. Снова перед собой свел две лопатки и двумя со всей силой, стараясь как бы вниз задействовать мышцы, которые максимально напрячь, которые опускают руки вниз и расслабил. Снова перед собой свел лопатки. При этом я слежу за головой, чтобы она у нас не отходила вперед, а наоборот ее стараюсь удерживать назад и не опрокидывать. То есть раз свел, голова не уходит вперед, и голова стоит здесь. Не опрокидываем, лопатки свел, вниз максимально напряжение, опустил. Перед собой свел, опустил. Отлично. Третье упражнение. Становимся ровненько, плечики мы максимально удерживаем так же ровно и просто работаем шеей. Отведение назад. Раз. Вернулся назад. В исходное. Два. В исходное. Очень важно, акцентирую ваше внимание, не опрокидываем голову назад. Просто у нас подбородок параллельно полу и потолку. Назад. В исходное. Назад. В исходное. Кому совсем легко, мы можем соединить предыдущее упражнение с этим. Ручки перед собой. Назад шею, лопатки свел. Вниз опустил. В исходное. Перед собой шея, лопатки. Вниз. В исходное. Раз, два, три, четыре в исходное. Раз, два, три в исходное. Отлично. После чего мы поработаем на растяжение передней части, потому что она у нас, скорее всего, будет укорочена, и на растяжение боковых частей нашей шеи. Простое движение на растяжение шейного отдела. Становимся просто к стеночке и максимально тянем переднюю часть. Очень плавненько, без резких опрокидываний головы назад. Можно упереться в стену и ногами стать чуть-чуть дальше назад. Посмотрите на мои ноги, под каким углом они находятся по соотношению к стене. Я становлюсь. Прогиб. То есть у меня растягивается вся передняя линия вплоть до моего таза в исходное. Прогиб. В исходное. Очень аккуратно. У кого есть дополнительно боль в поясничном отделе, при прогибе очень мягко. Если есть острая боль, необходимо прекратить. Кстати, у меня есть видео, в котором вы можете использовать упражнение при боли в поясничном отделе. Оставлю вам здесь. Переходите, забирайте его. Обязательно пользуйтесь рекомендациями. И последнее упражнение, которое я вам хотел показать, это на растяжение боковых частей. Что мы делаем? Ручку я закладываю вот за спину максимально, левую руку, и делаю наклон головы в правую сторону. Раз. В исходное. При этом плечо я стараюсь надавливать вниз. Раз. В исходное. Раз. В исходное. И точно так же я поменял вторая рука. Раз. В исходное. Два. В исходное. Три. В исходное. Друзья, повторяя эти простые упражнения ежедневно, уделяя им буквально 5-7 минут, вы уже через месяц-полтора забудете о боли и спазме в шейном отделе позвоночника. Ну и конечно же классически я рекомендую вам принимать контрастный душ после ряда этих упражнений. Контрастный душ, вы знаете, я рекомендую вначале теплая вода, мы обычно моемся и в конце буквально на 5 секунд мы обливаемся холодной. Мы не должны терять энергию, мы должны за счет контраста получать эту энергию. Выходим, повытирались, тепло оделись для того, чтобы не чувствовать холода. Я думаю, что вы намного качественнее будете себя чувствовать уже через полтора месяца. Друзья, конечно же, будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал, кому интересно здоровье и восстановление его в домашних условиях с помощью простых упражнений. Поэтому до следующего четверга, жду ваши комментарии и до скорых встреч!